Так, смотрите, мы сегодня будем обсуждать штуку, которая называется формулой Тейлора. И это, наверное, самый важный факт в анализе, который, ну, пока междиференциальное вычисление, который, ну, я не знаю, по крайней мере, в своей математической жизни, наверное, это самая часто встречающаяся вещь, которую мне когда-либо приходилось использовать. Значит, формула Тейлора с остаточным членом формы пиана. Сейчас пока это все звучит загадочно, но сейчас будет понятнее, что это такое. Значит, с остаточным членом формы пиана. Пиана – это фамилия. Значит, прежде чем формулировать, собственно говоря, само утверждение про формулу Тейлора, надо напомнить, как-то такие о маленькие. Значит, у вас на семинарах было это понятие, но давайте еще немножко про него поговорим. Потому что это такая штука, с одной стороны, важная, с другой стороны, вызывающая, как правило, вызывающие вопросы. Значит, напоминание. О малое. Значит, на семинаре было два понятия – о малого и о большого. Нам сейчас понадобится только о малое. И нас все будет интересовать о малое в каких-то конечных точках. Ну вот, давайте посмотрим, как эти штуки устроены. Значит, я напомню определение. Если у нас есть две функции – f и g, то говорят, что f от x и есть о малое от g от x. Тогда и только тогда, когда… Давайте установим какой-нибудь, например, вот так, при x, стремящемся к нулю. И это верно тогда и только тогда, когда отношение f от x к g от x стремится к нулю при x, стремящемся к нулю. То есть, иными словами, утверждение о том, что f от x есть о малое от g от x – это утверждение такого типа, что f от x становится меньше, чем g от x. Формула до Тейлора, да? Помнишь, ты в начале года говорила, что надо… Так, кого-то надо замьютить. О, вот это такая ебаная тема мне всегда называть. Точно, кого-то надо замьютить. Ладно, видимо, уже сами сообразили, что надо замьютиться. Так. Окей. Итак. Утверждение о том, что f от x есть о малом и от g от x – это утверждение о том, что f от x как бы много меньше, чем g от x. Ну, смотрите, что здесь написано. Здесь написано, что если я поделю f от x на g от x, то получится что-то дико маленькое. То есть это как раз означает, что f от x гораздо меньше, чем g от x. Ну, давайте какие-нибудь примеры я приведу. Заодно проверим, как вы это знаете. Правда ли, что x есть о малой от единицы, когда x стремится к нулю? Значит, я сейчас все буду рассматривать в случае, когда x стремится к нулю. Это тот случай, который нам нужен. Да. Правда, ну, потому что, ну как, нужно просто проверить это определение, а именно нужно поделить x на единицу и проверить, стремится оно к нулю или нет. Понятно, что если x стремится к нулю, то x, деленное на 1, тоже стремится к нулю. Да, так как x разделить на единицу, стремится к нулю. Хорошо, второй вопрос, например. x квадрат есть о малой от x в кубе. Значит, опять же, у нас x стремится к нулю. Это правда или нет? Нет. Неправда. Ну, действительно, если я x квадрат поделю на x в кубе, то у меня эта штука будет стремиться совсем даже не к нулю. Она будет стремиться к бесконечности, поэтому нет, неправда. Ну, хорошо, давайте что-нибудь более замысловатое. Правда ли, что x квадрат и есть о малое от x плюс x квадрат? Правда или неправда? Нет. Прямо-таки нет? Да, это будет. Давайте посмотрим. Значит, мне нужно поделить x квадрат на x плюс x квадрат. И устремить x к нулю. Что получается? Значит, это все равно, что можно поделить на x квадрат числитель и знаменатель. Это все равно, что единица разделить на... В знаменателе получается единица на x плюс 1. И это, чтобы, конечно, стремиться к нулю при x стремящемся к бесконечности. При x стремящемся к нулю. Так что это правда. Вот, ну и так далее. То есть, в принципе, запись какая-то непривычная, но на самом деле утверждения про эти о малые, они проверяются всегда очень просто. Нужно просто взять, посчитать пределы отношения и посмотреть, стремиться к нулю или нет. Ну и на самом деле у нас возникает такая как бы иерархия функций. То есть, мы видим, что... Ну вот можно сказать, что x стремится к нулю быстрее, чем единица. Ну потому что единица вообще не стремится к нулю. А, например, x квадрат стремится к нулю быстрее, чем x. x квадрат есть у маленькая... Сейчас, x есть у маленькая от x квадрат. Или наоборот. Нет, x квадрат есть у маленькая от x. x квадрат стремится к нулю быстрее, чем x. И так далее. Например, при увеличении степени у вас как бы функции начинают стремиться к нулю все быстрее и быстрее. Ну, в общем, это неудивительно. Если вы представите себя, как устроено графики, то вот у нас есть, например, функция y равняется x, а есть функция y равняется x квадрат. И мы как бы говорим, что вот x квадрат стремится к нулю... Ну, как бы и тот, и другой стремится к нулю, но x квадрат стремится к нулю быстрее. Это визуально соответствует тому, что у вас график x квадрат касается горизонтальной оси. Он как бы подходит по вертикали гораздо быстрее, чем он подходит по горизонтали, к началу координат. Это как раз соответствует тому, что он касается горизонтальной оси. Оказывается, что x квадрат стремится к нулю еще быстрее. Еще быстрее, чем x квадрат, причем во сколько хотите раз быстрее. И так далее. Вот это то, что нам сегодня понадобится. Значит, как? Вся история с у маленькими. И есть по ней какие-нибудь вопросы? То есть одна функция является у маленькой, а другой, если их отношение стремится к нулю при x, стремящемся к нулю? Да, значит, на самом деле все эти у маленькие можно рассматривать при разных, как говорят, базах сходимости. Но вот сейчас мы будем работать с вот таким вот. По крайней мере, в этих примерах мы сейчас работали при вот такой вот базе сходимости. Но если я здесь напишу что-нибудь другое, например, там, x стремится к x0 или x стремится к бесконечности, то это просто означает, что вот здесь вот везде нужно будет соответствующие пределы считать при таком стремлении, которое нас интересует. То есть отношение функции должно стремиться к тому, к чему стремится x? Нет, отношение функции должно стремиться к нулю при x, стремящемся к тому, к чему стремится. А, хорошо. То есть, например, если бы здесь было бы не 0, а если было бы x, стремящемся к x0, тогда бы это означало бы, что предел при x, стремящемся к x0, f от x делить на g от x равняется нулю. То есть, как бы, по смыслу это утверждение о том, что f от x становится гораздо меньше, чем g от x. Ладно, понятно. Спасибо. Вот. Хорошо. Смотрите. Значит, к чему вообще все эти разговоры про о маленькие? Давайте, да, давайте я заодно напомню вот какую штуку. Значит, еще одно напоминание. Значит, мы обсуждали, что если функция, если f дифференцируема в точке x0, то f от x плюс дельта x можно записать как f от x0 плюс дельта x можно записать в таком виде. f от x0 плюс f' от x0 умножить на дельту x плюс альфа от дельты x умножить на дельту x, где альфа от дельты x стремится к 0. При дельты x стремится к 0. Помните такую штуку? И эту штуку можно сейчас теперь переписать с помощью о маленьких. Как это сделать? Значит, видите ли вы здесь какое-нибудь о маленькое от чего-нибудь в этой формуле? Ну, альфа от дельты x – это о маленькое от дельты x, нет? Альфа от… вот сама альфа от дельты x – вот эта штука? Ну, или наоборот. Значит, про альфа от дельты x мы знаем, что она стремится к 0 при дельты x, стремящемся к 0. То есть, как бы, сама альфа от дельты x – это как бы о малой от единицы, она стремится к 0. А кто о маленькой от дельты x? Альфа от дельты x на дельты x? Альфа от дельты x? Да, вот эта вот штуковина, она является о маленьким от дельты x. Давайте проверим. Значит, если я вот эту штуковину поделю на дельты x, то останется альфа. А альфа по условию стремится к 0. Значит, все вот это произведение и является о маленьким от дельты x. Поэтому это утверждение можно переписать так. f от x0 плюс дельты x равняется f от x0 плюс f' от x0 дельты x плюс о маленькая от дельты x. Ту функцию, которая является о маленьким, мы можем просто на письме заменить на это о маленькой и считать, что у нас верно вот такое утверждение. Значит, про это утверждение нужно всегда думать так, что вот если у вас здесь в правой части такого равенства стоит о маленькая, но это означает, что найдется какая-то функция, которая является о маленьким и которая сделает это равенство верным. Пожду спросить, а когда вот мы записывали альфа на дельта x, то есть нам просто нужна была какая-то маленькая функция, которая стремится к 0? То есть это любая функция. Но утверждение было такое. Значит, если я дифференцирую в точке x0, то найдется такая альфа от дельты x, существует такая альфа, что вот такое разложение верно. Значит, альфа – это какая-то функция. Единственное, что мы про нее знаем, это то, что она определена в правой колоде окрестности 0, на самом деле в полной окрестности 0 ее можно определить, и альфа от дельты x стремится к 0 при дельты x, стремящемся к 0. Это все, что нам нужно. Почему мы еще раз сказали, что 0 от дельты x – это не просто альфа от дельты x, но еще и 0? Да, это о маленькая. Значит, я утверждаю, что вот эта вот, вся вот эта штука является о маленьким от дельты x. Ну, потому что давайте проверим. Значит, если я вот эту штуку, значит, если я возьму альфу от дельты x, умноженную на дельту x, я хочу сказать, что это есть о маленькая от дельты x. Как это проверить? Ну, мне нужно вот эту штуку, альфа от дельты x, умноженную на дельту x, поделить на дельту x. И посмотреть, куда это все стремится при Δx, стремящемся к нулю. Но Δx сокращается, поэтому остается просто предел при Δx, стремящемся к нулю, α от Δx. По определению Δx эта штука равна нулю. Значит, действительно, вот это произведение является маленьким от Δx. Смотрите, еще раз, как правильно думать про это маленькое от Δx? Это какая-то функция, которая гораздо меньше, чем Δx, во сколько угодно раз меньше. Это вот в точности то, что здесь написано. Смотрите, можно на эту формулу смотреть так, что вот у нас есть, смотрите, можно думать таким образом. Вот у нас есть какая-то функция f. у нас есть какая-то точка x0. Функция f имеет какое-то значение f от x0 в этой точке. Она заинтересует ее значение в близких точках. Вот я взял какую-то точку x0 плюс Δx. И дальше спрашиваю, чему равно значение функции f в точке x0 плюс Δx. И дальше можно считывать эту формулу, так сказать, почленно. Первое слагаемое говорит, что значение функции f в точке x0 плюс Δx – это примерно значение функции f в точке x0. То есть вот если я проведу вот такой вот горизонталь, то я говорю, что значение функции f в точке x0 плюс Δx будет каким-то близким к значению функции в точке x0. И это правда, потому что если f в точке x0 дифференцируем, то значит она непрерывна. И мы знаем, что в этом случае, если я немножко изменю значение аргумента, значение функции тоже немножко изменится. Ну, когда я говорю здесь немножко, я имею в виду вот именно просто утверждение про предел. Поэтому как бы у вас первое приближение – это сказать, что значение функции f в точке x0 плюс Δx просто равно значению функции f в точке x0. Но, естественно, вы при этом совершаете какую-то ошибку. Ну, как бы, если вас спрашивают, какая погода будет завтра, то, так, если вы ничего не знаете, то самое лучшее, что вы можете ответить, ну, примерно такая же, как сегодня. Если вы вообще ничего не знаете про погоды вообще, про устройство мира. Вот. Ну, следующий шаг состоит в том, чтобы все-таки учесть тот факт, что функция меняется. Если вы знаете, что функция меняется и знаете, с какой скоростью она меняется в точке x0, то вы можете выписать первые два слагаемых этой суммы и сказать, что, ну, значение функции в точке x0 плюс Δx будет, ну, не просто таким же, как в точке x0, а то, что оно успеет как-то поменяться. Ну, вот успеет оно поменяться в первом приближении вот настолько. Значит, у вас теперь возникает вместо вашего, ну, давай считать, что у меня была какая-то функция, а какая-то неведомая мне функция. Давайте как-нибудь ее по-другому дарюсь. Вот так, например. Значит, у нас есть первое приближение, оно состоит в том, что мы приближаем нашу функцию просто линейной функцией, и получается вот такая штука. Значит, вот это, это, давайте я подпишу. Значит, у нас была функция, которая называется просто y равняется f от x0. Это первое слагаемое, так сказать, нулевое приближение. Потом есть первое приближение, это y равняется f от x0 плюс f' от x0 на дельту x. И утверждается, в этой формуле утверждается, что вот весь остаток, то есть вот это расстояние, оно будет маленьким по сравнению с дельтой x. Как бы, заметьте, что вот такое расстояние, вообще говоря, тоже становится маленьким, когда дельта x маленькая. Значит, вот если я буду вот так вот сдвигаться, оно тоже уменьшается, оно тоже стремится к нулю. Но вот это расстояние стремится к нулю гораздо быстрее. И это наше утверждение про дифференцированность. Значит, вот эта штука есть у маленькой от дельты x. Какие-то какие-нибудь вопросы по этой картинке? Тут история такая, что у нас было нулевое приближение, которое говорило просто, что функция ведет себя так же, как, что значение функции в близкой точке просто равно значению функции в f от x0. Дальше мы сделали первое приближение. Приблизили график нашей функции просто графиком касательным. Оказалось, что остаток есть у маленькой от дельты x. Вот. А теперь чем мы будем заниматься сегодня? А сегодня мы будем заниматься тем, что мы будем уточнять эту формулу. А именно. Ну вот хорошо, можно приблизить эту функцию прямой линией. График этой функции прямой линией. То есть это означает, что мы считаем, что мы движемся, как бы что у нас движение происходит с постоянной скоростью. Линейная функция – это функция, которая задает движение с постоянной скоростью. Но давайте предположим, что мы как бы догадываемся о том, что скорость на самом деле меняется с течением времени. И что означает, что скорость меняется? Это означает, что есть вот какое-то ускорение, что у нас есть какая-то вторая производная, которая не нулевая. И если мы хотим этот факт учесть, то это означает, что мы хотим добавить информацию про вторую производную. То есть, например, мы знали, что… Ну вот давайте посмотрим на вот этот график. Давайте посмотрим на вот эту точку. Как вы считаете, что вот в этой точке вторая производная, какой знак имеет положительный или отрицательный? В какой? Вот в точке х0. В точке х0. Какой знак у второй производной? Больше ноля. Меньше ноля. Так, кто-то считает, что больше, кто-то считает, что меньше. Функция все меньше, все менее быстрее. Да, значит, вторая производная меньше ноля, потому что функция, как бы, она, конечно, увеличивается, но скорость ее роста становится все меньше и меньше. Ну и как бы логично ожидать, что вот здесь вот вторая производная отрицательная. Это как раз означает то, что у нас график нашей функции на самом деле проходит не в точности по вот этой прямой, а он проходит ниже этой прямой. И, допустим, что я хочу это учесть каким-то образом. Я хочу дополнительно скорректировать все вот это построение на тот факт, что на самом деле мы движемся с уменьшающейся скоростью. Я даже могу посмотреть, насколько сильно эта скорость уменьшается. Для этого нужно посчитать производную в точке x0, вторую производную, точнее, в точке x0. И я тогда буду знать примерно, насколько уменьшается моя скорость, когда я чуть-чуть сдвигаюсь вправо. И дальше я хочу вот этот факт учесть в предописании приближения. Ну и давайте посмотрим, что при этом получается. Смотрите, значит, вот у меня, когда я рассматривал просто рисовал эту картинку, выписывал эту формулу, можно сказать, что я решил такую задачу, что я хотел найти такую линейную функцию, которая бы в точке x0 имела бы такой же наклон, как производная функция f. Вот такой наклон. И теперь я хочу сделать такую штуку. Теперь я хочу найти уже нелинейную функцию. У линейной функции вторая производная равна нулю. А я хочу найти нелинейную функцию, у которой и первая производная, и вторая производная совпадали бы с первой и второй производной функцией f. Значит, у меня такая задача. Значит, я хочу найти какую-то функцию, как можно проще устроенную. Такую, что... Значит, давайте я напишу найти такую функцию g. Такую, что g в точке x0 равняется f в точке x0. g штрих в точке x0 равняется f штрих в точке x0. И вторая производная в точке x0 равняется второй производной функции f в точке x0. Как вы думаете, как ее такую найти? Значит, у меня f это какая-то функция, совершенно неведомая, но вот дважды дифференцируемая. Вторая производная в точке x0 существует. Как бы нам найти такую функцию g, чтобы она была дала вот такими свойствами? Двух член квадратный. Да. Ну, во-первых, понятно, что там линейная функция не подойдет, потому что у линейной функции вторая производная всегда 0. Ну, давайте попробуем посмотреть на что-то чуть-чуть более сложное, чем линейная функция. А именно, например, действительно на квадратный трехчлен. Ну, давайте, можно было выписать этот квадратный трехчлен в общем виде, а дальше решить некоторую систему уравнений. Давайте вместо этого мы сделаем такую вещь. Давайте мы скажем так, что вот пусть у нас наша функция g. Давайте посмотрим, как эта штука устроена. Значит, g. Давайте я буду ее записывать в таких терминах. g от x0 плюс дельта x. Значит, ну вот давайте я сделаю так, что начинаться она будет так же, как вот эта штука начиналась. Значит, пусть это будет f от x0 плюс f' от x0 умножить на дельта x. А дальше я хочу добавить еще какое-то число. Ну, давайте какую-нибудь букву возьму. Допустим, β умножить на дельта x в квадрате. Вопрос, чему равно β? Смотрите, значит, во-первых, если я вот эту функцию буду дифференцировать в точке x0, то что произойдет? Значит, у меня, во-первых, давайте, чтобы не было вопросов про дифференцирование, давайте я эту штуку еще вот так запишу. Можно сказать, можно переобозначить x0 плюс дельта x обозначить просто за x. Тогда дельта x – это и есть x минус x0. И можно эту функцию переобозначить таким образом. g от x равняется f от x0 плюс f' в точке x0 умножить на x минус x0 плюс β умножить на x минус x0 в квадрате. То же самое, только вместо дельта x пишу x минус x0. Значит, смотрите, во-первых, первое важное замечание такое. Добавление вот этого слагаемого никак мне не испортило вот эти два условия. Давайте посмотрим, что у меня получается. Значит, чему равняется g в точке x0? Значит, g в точке x0 – это и есть f в точке x0 плюс f' в точке x0 умножить на x0 минус x0 плюс β умножить на x0 минус x0 в квадрате. И это просто f в точке x0. Первое условие выполняется. Каким бы это ни было. Дальше. Давайте посчитаем первую производную этой штуки. g' в точке x0 – это и есть что такое? Значит, производная… Почему это равно просто f от x0? Ну, смотрите, когда я подставляю… Значит, я считаю g в точке x0. Когда я подставляю вот в эту формулу вместо x, x0, то вот эта скобка обнуляется и вот эта скобка обнуляется. Вот здесь вот эта штука равна нулю. И вот эта штука равна нулю. Остается f от x0. Давайте я посчитаю производную. Чему равна производная? Значит, производная от f от x0. Чему равна? Значит, мы дифференцируем функцию g по x. Вот эта штука с точки зрения этой производной – это просто константа. Производная константа равна нулю. Значит, получается, что… начинается все с нуля. Дальше. Чему равняется производная вот этой штуки? f' от x0 просто. f' от x0. Да, потому что производная x минус x0 равняется единице. Наконец, чему равняется производная вот этой штуки? Значит, это бета. Ну, давайте я так сразу скажу. Можно еще раз сказать, мы функцию g от x0 дифференцируем по x, да? Давайте я вот так скажу. Давайте я скажу, что… Давайте я просто найду g' от x, а потом подставлю x0. Значит, g' от x. Значит, просто дифференцирую то, что написано. Значит, дифференцирую по x. x0 у меня сейчас фиксирована точка. Значит, вот у нас есть… значит, f от x0 продифференцировал по x. Получился 0, потому что x0 фиксирована. Откуда у нас здесь берется delta x в квадрате? Захотел и написал. Итак, значит, дифференцирую функцию g по x. Здесь получается 0. Вот эту штуку дифференцирую по x. Получается просто f' от x0. И, наконец, вот эту штуку дифференцирую по x. Что получается? Там получается beta умножить на 2x минус 2x. И она сокращается. Да. Ну, вот давайте, пока я не поставил x равняется x0, давайте я напишу просто, что это 2b x минус x0. А у нас разве beta константа? Beta константа, да. Beta – это какая-то константа. Давайте я это напишу явно. Можно спросить, а почему вы все-таки в x дифференцируете? У вас же в условии написано производная от g в точке x0 равняется производной. Сейчас то, что получилось, подставим x0 и проверим, что действительно так. Что получается? Я сначала дифференцирую как бы в произвольной точке, а теперь я подставляю ту точку, которая мне нужна. Что получается? Я в штрих от x0 просто. Да, у нас здесь все как было. Тут остается 2b умножить на x0 минус x0. Это и есть просто f' в точке x0. То есть видно, что первая производная тоже такая, какая нам нужна. Давайте теперь посмотрим на вторую производную функцию g. То есть это означает, что нам нужно теперь вот эту первую производную еще дополнительно продифференцировать. Что получается? На что мы сейчас в производной x заменили на x плюс x0? Смотрите, у нас здесь такая история. У меня была функция g от x, которая f от x0 плюс f' от x0 умножить на x минус x0 плюс бета умножить на x минус x0 в квадрате. И я эту функцию продифференцировал. Значит, я ее продифференцировал по x. Получилось 0 плюс f' от x0 плюс 2b умножить на x минус x0. А теперь я посчитал значение функции g в точке x0. Поставил вместо x, а x0. Последняя слагаемая 2b умножить на x минус x0 обнулилась, потому что там x минус x0 написано. Значит, остается только f' от x0. То есть мы видим, что g в точке x0 равняется f' в точке x0. Значит, вопрос, чему равняется g2? Давайте в произвольной точке x. Ну, вроде просто 2b. 2b, да. Значит, опять же, если вы продифференцируете вот эту штуку, то есть понятно, что вот это – это константа, f' от x0 – это константа. Остается только 2b умножить на x минус x0. Если я продифференцирую вот эту штуку, то я получу просто 2b. Таким образом, если я хочу добиться того, чтобы g' от x0 равнялся бы… g2' от x0 равнялся бы f2' от x0, то мне нужно положить 2b равняется f2' от x0. То есть, как справедливо написал Даниэла, нужно выбрать в качестве bet, нужно выбрать f2' от x0 пополам. Значит, что я сейчас делал? Давайте вернемся к началу истории. Я сейчас решал такую задачку. Я хочу найти хорошее второе приближение к функции f. В качестве первого приближения, в качестве линейного приближения можно использовать вот такую функцию. Значит, f от x0 плюс f' от x0 умножить на дельту x. А теперь я ищу второе приближение. А именно, я хочу найти такую функцию, которая бы в точке x0 принимала бы такое же значение, как f от x0, и еще бы имела бы первую-вторую производную такую же. Эта функция, ну, самая простая функция, которую можно написать такого вида, это квадратный трехчлен, который мы записываем в таком вот виде. И видно, что если положить bet, равную f2' от x0 пополам, то эта функция действительно будет тем, что мы искали. иными словами, я хочу сейчас придумать такую штуку. Я хочу придумать уже теперь не линейную функцию, а квадратичную функцию, какой-то кусочек параболы, который бы хорошо приближал бы мой график. И оказывается, что эту функцию легко выписать. Вот мы ее выписали в виде явной формулы. Идея с этой в том, что учет вот этой второй производной и добавление вот этой вот штуки с слагаемого x минус x0 в квадрате позволит нам приближать график нашей функции точнее, чем просто линейная зависимость, которая у нас была. Сделать ошибку меньше. То есть мы наш, вот этот o маленькая от delta x, мы его еще сильнее уменьшаем. Да, значит, мы как бы вытаскиваем, у нас была ошибка порядка o маленькая от delta x, а мы добавляем сюда дополнительно слагаемое, и ошибка становится не o маленькая от delta x, а еще меньше. И как вы думаете, какое? Что может быть меньше, чем o маленькая от delta x? o маленькая от o маленького. o маленького от o маленького может быть, но это не очень интересно. Оно, конечно, будет меньше, но может быть не сильно. У нас оказывается, что оно будет меньше довольно сильно. Значит, ну вот какие бывают функции, которые, например... О маленького от delta x в квадрате. От delta x в квадрате, совершенно верно. Да. Смотрите, то есть утверждение, которое я сейчас делаю, оно такое. То есть я его сейчас сформулирую, на самом деле, потом я сразу же сформулирую его обобщение, но сначала давайте сформулирую это утверждение в таком виде, как оно у нас сейчас получается. Значит, утверждение такое. f от x. Ну, давайте я буду писать... Окей, давайте я буду вернусь к обозначению. x0 плюс delta x. Хотя потом мы снова будем записывать это в виде x минус x0. Значит, но давайте я по аналогии с предыдущим напишу так. f от x0 плюс delta x равняется f от x0 плюс f штрих от x0 на delta x плюс f2 штриха от x0 пополам умножить на delta x в квадрате плюс o маленькая от delta x в квадрате. То есть я утверждаю, что значение функции f в точке x0 плюс delta x определяется таким образом. Это примерно f от x0, но если еще поточнее, то это примерно f от x0 плюс f штрих от x0 на delta x. А если еще точнее, если учесть тот факт, что функция на самом деле все-таки нелинейна, и у нее есть вторая производная, не нулевая, то нужно еще к этому добавить f2 штриха от x0 пополам умножить на delta x в квадрате, и тогда ошибка будет не просто маленькой по сравнению с delta x, а она будет маленькой по сравнению с вот этой вот delta x в квадрате. То есть вот какая идея. Ну или давайте я ту же самую формулу перепишу в терминах x и x0. То есть можно писать так, f от x равняется f от x0 плюс f штрих от x0 на x минус x0 плюс f2 штриха от x0 пополам умножить на x минус x0 в квадрате плюс o маленькая от x минус x0 в квадрате. Значит, и теперь у меня x стремится к x0. Раньше у меня delta x стремился к нулю, а теперь у меня x стремится к x0, что то же самое. То есть эти две формулы – это одно и то же. Просто немножко другие обозначения. То есть я пока не доказывал, даже не пытался доказывать эту формулу, я пока ее задекларировал, это утверждение. Докажу я сейчас эту штуку в общем виде. Ну а давайте посмотрим на ту формулу, которая получилась. То есть понятно ли, что здесь вообще утверждается? Прочитайте ее еще разочек, пожалуйста. Значит, тут формула такая. f от x равняется f от x0 плюс f штрих от x0 умножить на x минус x0 плюс f2 штриха от x0 пополам умножить на x минус x0 в квадрате плюс o маленькая от x минус x0 в квадрате. Значит, o маленькая подразумевается при x стремящемся к x0. Это как бы второе приближение для нашей функции. То есть мы пытаемся некоторым образом обобщить понятие касательное и вместо касательное рассматриваем такую касательную квадратичную. И получаем приближение, которое становится лучше, чем было раньше. Раньше у нас здесь было просто маленькая от x минус x0. Теперь маленькая от x минус x0 в квадрате. Ну, как бы логично, что мы хотим... Пока что мы сами говорим, что приближение стало лучше, но это прям... Откуда же это не появляется как следствие, да? Ну, сейчас. Во-первых, это утверждение я пока не доказал. Во-вторых, утверждение о том, что приближение стало лучше. Ну, если вы в это утверждение поверите, вот в то, что написано в эту формулу, то утверждение о том, что приближение стало лучше, ну, оно как раз связано с тем, что вот это у маленькая, которая есть ошибка нашего приближения, вот это вот это приближение, а это как бы остаточный член. Это то, что мы не учли. Но вот видно здесь, что эта штука является у маленьким от x минус x0 в квадрате. То есть оно стремится к нулю быстрее, чем x минус x0 и даже быстрее, чем x минус x0 в квадрате. Это почему именно квадратную зяду? Ну, смотрите, достаточно логично, потому что вот сам по себе члены порядка x минус x0 в квадрате, они вот здесь вот учтены. То есть как бы вот это слагаемое, оно само не является маленьким от x минус x0 в квадрате. А про вот это слагаемое мы говорим, что оно как бы гораздо меньше, чем вот это слагаемое. Когда мы писали через бета, у нас же тоже было x минус x0 в квадрате, но мы писали у маленькое, это просто дельта x. Нет, нет, смотрите, вот эта штука, вот эта штука, это сейчас, вот через бету, вот оно, вот оно, это слагаемое, вот оно здесь написано. Вот эта штука, вот это наша бета. это само приближение. Вот эта бета, она фигурирует там, где есть... Вот эта бета, это штука, которая фигурирует в определении нашего приближения. А вот эта маленькая, это x минус 1. То есть раньше у тебя была ошибка как раз, да? Вот эта штука, это ошибка нашего приближения. Смотрите, вот вся вот эта вот история с построением функции g, это история просто про то, что мы пытаемся как-то построить приближение. Значит, вот здесь вот не было никаких ошибок, ничего такого. Здесь просто мы пытались придумать какую-то функцию. У меня отключилась почему-то трансляция. Значит, здесь мы просто пытались как-нибудь построить какую-то функцию g, которая обладала вот этими свойствами, связанными с производными. А теперь мы говорим, что таким образом построенная нами функция g, она вот здесь записана, что она будет отличаться от функции f на величину, которая является о маленьким от x минус x0 в квадрате. Раньше у нас была такая штука. Раньше мы писали, что f от x равняется f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0 плюс у маленькая от x минус x0. Раньше у нас была вот такая история. И у нас здесь остаточный член был о маленьким от x минус x0. А теперь он о маленькая от x минус x0 в квадрате. Это приближение лучше, чем предыдущий. Потому что вот эта штука гораздо меньше, чем x минус. Вот эта штука в некотором смысле меньше, чем вот эта штука. Как стало чуть понятнее? Когда мы... Сейчас, Саня, можете еще рассказывать, а то что-то связь прерывалась. x минус x0? Еще раз, пожалуйста. Минус x0 квадрат просто сами написали, чтобы уменьшить это. Ну, когда мы умножили бета на delta x, мы просто написали квадрат сами, да? Ну, да. Значит, здесь мы сказали вот что. Мы сказали, что... Смотрите, вот здесь какая была история. Мы сказали, что вот у нас есть линейное приближение. И это линейное приближение обладает таким свойством, что вот у касательной она, во-первых, проходит через ту же самую точку, что и функция. А во-вторых, у нее угловой коэффициент, то есть ее производная, такая же, как производная нашей функции. А теперь мы задали такой вопрос. А давайте попробуем добиться того, чтобы у нас... То есть придумать какое-то новое приближение уже нелинейное. И давайте попробуем добиться того, чтобы в нем не просто значение функции совпадало, и первая производная совпадала, а еще и вторая производная совпадала. И мы этого добились путем добавления вот этого квадратичного, квадратичного вот этой поправки. Понятно, спасибо. Мы просто здесь пытались написать какую-то простую функцию, которая бы обладала вот этими свойствами. Оказывается, что это можно сделать просто добавляя вот здесь такую квадратичную поправку. И оказывается, что добавление этой квадратичной поправки приводит к тому, что у нас ошибка становится гораздо меньше, чем вот этот самый квадрат delta x. Так, ну что, есть ли еще вопросы по этой формуле, которую я пока не пытался доказывать, но хочу, чтобы вы на нее посмотрели и прониклись. Простите, ради бога, можете ее еще раз прочитать? Да, давайте. Значит, формула такая. f от x равняется f от x0 плюс f' от x0 умножить на x минус x0 плюс f2' от x0 пополам умножить на x минус x0 в квадрате плюс o маленькая от x минус x0 в квадрате. И все это верно при x, стремящемся к x0. Значит, f от x равняется f от x0 плюс f' от x0 умножить на x минус x0. Это то, что мы раньше обсуждали, это как бы уравнение касательный. И дальше мы добавляем еще слагаемое f2' в точке x0 пополам умножить на x минус x0 в квадрате. Это наша дополнительная поправка. И плюс еще остаточный член, который является o маленьким от x минус x0 в квадрате. Хорошо? Спасибо. Я же правильно понимаю, что у нас нет никакой четкой уверенности в том, что на расстоянии одной сотой от x0 первая штука лучше, чем вторая штука. Мы просто знаем, что если мы будем стремить x к x0, то они как-то одна лучше другой. Да, ваша правда. Да, это правда. Окей. Давайте я теперь попробую сформулировать общее утверждение. Значит, определение, которое мне понадобится. Значит, пусть функция f n раздифференцируема в точке x0. То есть существует f' от x0, f2' от x0, f3' от x0. То есть третья производная – это производная второй производной. И так далее. n раздифференцируема в точке x0, f2' от x0. То есть смотрите, когда я пишу вот так вот n в скобочках сверху, это не степень, а это n-ая производная. n-ая производная функция f. Значит, вообще каждая следующая производная – это производная предыдущей производной. Вторая производная – это производная первой производной. Третья производная – это производная вторая производная и так далее. и так пусть есть n производных у функции f тогда многочленом тайлора функции f в точке x0 называется такая штука ну это прям таки прям таки многочлен значит многочленом тайлора степени f степени n значит называется такая штука tn от x равняется ну давайте я сразу в виде знака сумму напишу сумма по к от 0 до n ну хорошо давайте не так давайте я напишу сначала f от x0 давайте я без суммы пока напишу чуть многоточие f от x0 плюс f штрих от x0 на x минус f2 штриха от x0 в квадрате плюс f3 штриха в точке x0 как думаете на что надо поделить и факториал да нужно поделить на 2 умножить на 3 3 факториал плюс и так далее плюс f n производная в точке x0 разделить на n факториал умножить на x минус x0 в степени n значит вот такая штука сейчас я еще раз прочитаю значит первые три слагаемые мы уже видели а все остальные слагаемые устроены похожим образом значит итак tn от x равняется f от x0 а умалая какой-нибудь не нужно добавить нет не нужно потому что я ничего не утверждал про связь от тэшки с а окей хорошо вот значит пока что пока что не никаких умолок пока что просто блин на гаще антейлора сейчас появится тн от x равняется f от x0 плюс f штрих от x0 умножить на x минус x0 плюс f 2 штриха от x0 разделить на 2 умножить на x минус x0 в квадрате плюс f 3 штриха от x0 разделить на 3 факториал умножить на x минус x0 в клубе плюс и так далее плюс f n производная в точке x0 разделить на n факториал и умножить на x минус x0 в степени n вот давайте посмотрим на эту штуку во первых откуда факториалы взялись почему тут надо делить не просто на что-нибудь а именно на 2 умноженное на 3 когда берем производную понижаем как бы умножаем старый коэффициент от предыдущей производной на то что сейчас написано в степени у икса да значит на самом деле можно заметить что если мы берем ну вот если мы захотим взять третью производную от тэнного то с вот этим с вот этой вот штукой произойдет следующее когда возьмем первую производную у нас вот эта тройка уедет и сократится с вот этой тройкой надеюсь останется двойка когда мы возьмем вторую производную вот здесь уже будет двойка она снова уедет в качестве коэффициента и сократится вот этой двойкой в результате вот эта штука окажется в результате третья производная tn окажется в точности равна третьей производной нашей функции давайте я сформулирую утверждение про многочлен этой лора скажите еще раз много лет на что третье 3 сократится потому что тройка переедет а почему мы еще раз потом возьмем производную именно в этом слагаемом что долго сократилось это же уже развивать не следующая производная ну давай сейчас посмотрим да значит утверждение 3 производную не просто производную 3 извините да сейчас 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 разберемся смотрите утверждение такое что значит любая катая производная от тэнтово в точке x0 равняется катой производной функции f тоже в точке x0 давайте проверим смотрите почему это так ну вот во первых когда я беру очередную производную что у меня происходит но вот если беру катую производную во первых что происходит с первыми слагаемыми до степени к минус 1 включительно они константы незначимы они каждый раз они каждый раз обнуляются ну окей давайте все-таки в качестве примера приведу посчитаю третью производную чтобы вы поверили в это значит утверждение проверяется непосредственной проверкой и давайте в качестве примера возьму к равную 3 значит это утверждение верно для к от единицы и до n включительно пример к равнаются 3 давайте посмотрим значит т.н. штрих я пишу сейчас в произвольной точке равняется значит вот эта штука это константа от нее производная равна 0 0 дальше вот эта штука это просто линейная функция от нее производная равняется просто вот этому коэффициенту f штрих в точке x0 плюс давайте посмотрим на вот эту штуку мы от нее берем производную вот эта двойка сокращается с вот этой двойкой получается f2 штриха от x0 это в общем то что мы уже делали f2 штриха от x0 и у нас остается после первого дифференцирования остается x минус x0 дальше следующее слагаемое значит у нас здесь остается коэффициент f3 штриха от x0 но его нужно поделить что-то у меня было деление на 2 умножить на 3 на теперь я дифференцирую x минус x0 в кубе здесь выносится тройка остается x минус x0 в квадрате плюс и так далее плюс значит у нас здесь будет f n вот x0 разделить на n факториал здесь будет n x минус x0 в степени n минус 1 согласно с тем как я продифференцировал эту штуку первый раз заметим что здесь вот эта тройка сократилась вот этой тройкой и на самом деле давайте вот этот н факториал распишу так это есть n минус 1 факториал умножить на n и вот эти штуки меня тоже сократятся остается минус 1 факториал дальше если я возьму вторую производную от этой штуки что происходит у меня здесь ноль он и есть ноль и в штрих от x0 это константа она тоже обнуляется дальше следующий объект вот это следующая слагаемая вот это давайте на него посмотрим значит у меня здесь написано просто если вы считаете его производную написано просто в два штриха от x0 дальше следующее слагаемое вот она я здесь плюс должен был написать значит следующая слагаемая f 3 штриха от x0 разделить на 2 умножить на x минус x0 в квадрате беру производную от этой штуки остается 2 x минус x0 здесь получается f 3 штриха от x0 поделить на 2 умножить на 2 x минус x0 опять же двойки чудесным образом сокращаются плюс и так далее плюс fn вот x0 давайте здесь напишу так и минус 2 факториал на минус 2 умножается на 1 минус 1 умножается на n минус 1 и на x минус x0 в степени n минус 2 и минус 1 сокращается ну наконец давайте возьмем третью производную значит что получается я должен взять теперь производной от вот этой штуки значит опять же производная от вот этой штуки от f штрих от x0 это просто 0 производная от вот этой штуки здесь осталось просто f 3 штриха от x0 умножить на x минус x0 от нее производная это просто f 3 штриха от x0 плюс и так далее плюс значит здесь остается f nt x0 здесь должно быть n минус 3 факториал на n минус 2 здесь должно быть n минус 2 на x минус x0 в степени n минус 3 и так далее давайте давайте посмотрим если буду подставлять нули если вы подставлять x0 значит что такое t n штрих в точке x0 значит у меня вот такая штука тут написано заметьте что во всех это просто f штрих от x0 заметьте что во всех остальных слагаемых у меня написан у меня есть коэффициент x минус x0 в какой-то положительной степени когда я подставлю x равна x0 все вот эти коэффициенты обнулятся все вот эти члены обнулятся значит остается просто f штрих от x0 дальше давайте посмотрим на tn 2 штриха в точке x0 я должен взять вот эту формулу и опять же в нее подставить x равна x0 все кроме первого члена обнулится ну и так далее на самом деле 3 производная таким же свойствами обладает как убедительно выглядит давайте вопрос на засыпку а что можете сказать про n плюс первую производную функции t 0.x0 это 0 да ну потому что tn это многочлен степени n если у многочлен степени n n раз продифференцируете то у вас все слагаемые обнулятся при каждом дифференцировании степени многочлен уменьшается на единицу значит если n раз продифференцировали то получили просто если н плюс один раз продифференцировали получили просто ну вот ну как верите вот вот в это утверждение то что все n производных функции t такие же как n производных функции f в точке x0 теперь теорема значит пусть f n раз дифференцируема в точке x0 тогда f от x равняется tn от x плюс о маленькая от x минус x0 в степени n при x стремящемся к x0 значит это как я обещал обобщение тех формул которые мы писали раньше в частности при n равном 1 это утверждение про производное просто про линейное приближение при n равном 2 это та формула который мы выписывали только что когда вот вот здесь картинку рисовали с параболой значит вот она здесь вот и вот и вот эта вот штука это просто t2 ну и дальше можно это обобщать ну давайте докажем эту теорему что нужно чтобы доказать эту теорему нужно доказать что вот эта штука есть вот эта штука плюс такое о маленькая то есть иными словами это означает что разница между f от x и tn от x есть у маленькая от x минус x0 в степени n иными словами если вот эти наши производные у маленькие это наши производные как раз ну а маленько это вот вот этот остаток как бы эта разница между трейлеровским многочленом и самой функцией это вот как бы вот все что мы говорим следующее мы говорим что мы мы говорим что у нас мы будем использовать и лорусский пробежим многочлен в качестве приближения для функции f и мы говорим что точность этого приближения у маленькая от x минус x0 в степени до ошибка приближения давайте попробуем это доказать чтобы это доказать мне нужно просто ну как это означает что нужно доказать что разница между f от x и tn от x есть у маленькая от x минус x0 в степени n или что то же самое предел при x стремящемся к x0 f от x минус tn от x поделить на x минус x0 в степени n равняется нулю вот это то что я хочу доказать утверждение про вот такое представление эквивалентно утверждение про вот такой предел почему та мусорную почему придел равен нулю если у нас и и х стремится к x0 у нас же если и х стремить с к x0 у занина觉得 на измельчает стремится к нулю значит предел должен в бинусу не стремятся но как раз в этом то вся и суть смотрите в честную мы говорим-что мы говорим что числитель стремиться к нулю настолько быстро что несмотря на то что знаменатель стремится к нулю вот эта дробь все равно стремится к нулю смотрите это очень хороший вопрос вот вот это утверждение но вот бывает такое что у вас узнать ли стремится к нулю но тем не менее вся дробь тоже стремится к нулю например вот предел при x стремящемся к нулю например x кубе разделить на x в квадрате у вас знаменатель стремится к нулю но тем не менее дробь тоже стремится к нулю потому что числитель он не просто стремится к нулю он стремится к нулю быстрее чем знаменатель поэтому вот это утверждение это как раз утверждение про то что разница между значениями f от x и значениями целоровского многочлена она она стремится к нулю быстрее, чем х-х0 в степени n. Как, ответил ваш вопрос? Да, спасибо. Вот. Ну, давайте это доказывать. Смотрите. У меня есть предел отношения двух функций. И при этом у меня каждая из функций, вообще говоря, стремится к нулю. Значит, мы знаем, что когда х стремится к х-х0, ну, во-первых, мы знаем, что f непрерывно, поэтому... Давайте посмотрим. Я утверждаю, что предел при х, стремящемся к х-х0, что вот такой предел равен нулю. Ну, почему это так? Ну, потому что вот эта штука будет стремиться к f от х-х0 по непрерывности. Если f дифференцируема n раз, она дифференцируема, по крайней мере, один раз, а это означает, что она непрерывная. А раз она непрерывная, значит, f от х стремится к f от х-х0. Ну, и tn. tn – это просто многочлен. Он стремится к tn от х-х0, а tn от х-х0 – это просто f от х-х0. Давайте посмотрим еще раз на tn. Заметьте, что если я в качестве х подставляю х-х0, то у меня просто все вот эти слагаемые кроме первого обнуляются, а в первом слагаемом написано f от х-х0. Поэтому это верно. То есть мы пользуемся… У нас же нет непрерывности tn. У кого? У многочлена нашего tn. Вообще все многочлены непрерывны. По теореме о пределе суммы и о пределе произведения все многочлены непрерывны. Теперь смотрите. У нас числитель стремится к нулю, знаменатель стремится к нулю. И нам нужно найти пределы их отношения. То есть раскрыть неопределенность 0, деленная на 0. Как это сделать? По правилам лопитали. Давайте воспользуемся правилом лопитали. Значит, у нас точно все дифференцируемо, потому что есть вторые производные. Окей, первые производные нам достаточно сейчас. Значит, по правилам лопитали. Этот самый предел равняется пределу отношения производных. Давайте я сразу n-1 вынесу за знак предела, потому что он мне, в общем-то, не особенно нужен. Значит, я просто продифференцировал числитель, продифференцировал знаменатель. Окей, что дальше? Больше дифференцирование. Еще больше дифференцирование, да. Значит, смотрите, на самом деле видно, что то, что у меня в результате получилось, это такого же типа задачка, как была. Потому что, опять же, я могу, ну, по крайней мере, если я не дошел до n, если я не сделал еще n дифференцирований, это, по крайней мере, если я не сделал n-1, я бы сказал дифференцирование, то у меня остается такая же задачка, как была. А именно, что предел при x, стремящемся к x0, f' от x минус tn' от x, опять же, значит, вот эта штука, это по-прежнему 0. Ну, потому что, опять же, вот эта штука, в силу предположения о том, что функция дважды дифференцирована в нуле, у нее производная непрерывно, значит, эта штука стремится к f' от x0, и эта штука тоже стремится к tn' от x0, а это равняется f' от x0. Значит, это 0. Чем мы здесь пользуемся? Мы здесь пользуемся, вот в этом месте, мы пользуемся тем, что f' в точке x0 существует, следовательно, f' в точке x0 непрерывно. Значит, раз она непрерывна, то вот такой предел должен иметь место. Поэтому мы снова получили неопрерывенность 0, деленную на 0. И, значит, можно еще раз применить правила питания. Значит, у нас остается единица на n. Значит, когда мы в второй раз будем дифференцировать, у нас сегодня есть единица на n минус 1. предел x, стремящемся к x0, вторая производная от x разделить на вторую производную от t, разделить на x минус x0 в степени n минус 2. И так далее. Заметьте, что то, что у нас получилось, у нас теперь в знаменателе x минус x0 в степени n минус 2. Ну и что мы получили? Ну, вообще, говорит, то же самое. Опять, знаменатель стремится к нулю, числитель стремится к нулю. Сколько можно? Сколько можно лопиталить? Пока до n производной. До n производной. Но вот на самом деле нет. До n минус 1. До n минус 1 производной. Можно лопиталить, потом нельзя. Смотрите, значит, вот мы сделаем еще сколько-то этих самых лопиталей. Значит, у нас получается какая-то такая штука. Здесь у нас единица на n, единица на n минус 1. Ну, давайте сразу тут напишу какую-нибудь единицу на n факториал. Потому что тут он и будет. Значит, но давайте посмотрим. Давайте я дойду до n минус 1 производной, и мы посмотрим внимательно на то, что получается. f n минус 1 от x минус tn n минус 1 от x разделить на x минус x0. Вот такая штука. Понятно ли, как эта штука получилась? Можете убедить меня, что там действительно n факториал, а не какое-то другое, например, без двойки? Не хочу. Если вы хотите верить в то, что тут n факториал без двойки, верьте в это. Нам это вообще не важно, потому что вот эта штука обнулится, поэтому неважно, какая здесь константа. Можете, пожалуйста, объяснить, как мы пришли к дроби такой? Ну, смотрите, значит, мы просто каждый раз делали правило лопиталя. Вот действует по тому же самому алгоритму. Значит, мы каждый раз дифференцировали числитель, каждый раз дифференцировали знаменатель. У нас каждый раз в знаменателе уменьшалась степень на единичку, а в числителе добавлялась производная. Значит, у нас была вот такая штука, мы ее продифференцировали, стала третья производная f минус третья производная t. Дифференцировали еще раз, возникла четвертая производная и так далее. Так мы дошли до n минус первой производной и n минус и первой степени в знаменателе. Значит, у нас каждый раз сумма производной здесь и степени здесь всегда равна n. Поэтому здесь у нас остается, если здесь была n минус первая производная, то здесь как раз остается первая степень. Понятно. Теперь вопрос. Можем ли мы еще раз применить правила Лопиталя? Ну нет, потому что у нас знаменатель тогда станет равен нулю. Нет, почему нулю? Про дифференцирование он станет равен единице. В x-x0 дифференцируете по x. В этом нет. Потому что мы тут уже не можем сказать, что у нас fn. То есть мы не можем сказать, что у нас верхняя часть станицы. Ну да, на самом деле вопрос вот какой. Смотрите, мы знаем, что существует n производных в функции f, но это означает, что fn от x0 определено. У нас по условию, вот смотрите, у нас по условию fn раздифференцируемо в точке x0. Это означает, что все ее производные до n-1 дифференцируемы в некоторой окрестности точки x0. А про n-1 производные вообще говоря, мы не знаем, где она, про производную n-1 производной, мы вообще говоря не знаем, где она определена. Мы знаем, что она определена в точке x0, но может быть в близких точках она не определена уже. Единственное, что мы знаем, это то, что существует n-ая производная f в точке x какой-то близкой, мы не знаем. А если бы мы хотели бы вот эту штуку продифференцировать, то здесь возникла бы n-ая производная в какой-то точке x, неравной x0. И совершенно не факт, что эта штука вообще определена. Поэтому последний шаг нужно сделать по-другому. Но давайте мы его сделаем. Значит, давайте посмотрим, что у нас тут такое написано. Можете еще раз, пожалуйста, сказать, почему не факт, что она определена? А, потому что в близких точках x0 может не определена быть. Ну как, да. Нам известно, что... Единственное, что нам известно, это то, что вот такая штука существует. Но про все же предыдущие производные нам точно так же только это было известно. Нет, нет. Смотрите, смотрите. Здесь вот смотрите, какая вещь. Если нам известно, что существует n-ая производная в точке x0, то это означает, что fn-1 от x определен в окрестности x0. То, что оно непрерывно про fn мы не можем сказать, потому что нет уже следующей производной, да? Про fn, ну, значит, то, что мы точно не можем сказать, это мы не можем сказать про fn, что fn в точке x существует. Вот мы знаем, что существует fn в точке x0, но что существует fn в точке x мы не знаем. Почему можно было говорить про предыдущие степени? Почему можно было говорить про предыдущие производные? Ну, потому что если существует fn от x0, то fn-1 в точке x должен быть определен в окрестности x0. Потому что иначе, значит, иначе бы у нас… Ну, иначе как определять следующую производную? Для того, чтобы производная вот этой штуки была определена, сама эта штука должна быть определена в окрестности точки x0. Сейчас, одну секунду. Да. То есть понятно вот это рассуждение? Ну, да. Вот. Ну, окей. Итак, давайте сделаем последний шаг. И этот шаг просто основан на определении производной. Давайте посмотрим, кто такое n-1 производная от tn. Значит, давайте еще раз посмотрим на tn. Значит, tn устроен вот таким образом. Это вот такая вот сумма. Значит, кто выживает, когда вы n раз продифференцируете всю эту штуку? n-ая производная. Да. Значит, выживает только слагаемая с n-ой производной. Вот эту штуку выживает. Это n плюс первый член получается, да? n плюс первый член, да. Выживает только он. Потому что все предыдущие степени, они убиваются n-кратным дифференцированием. Значит, n-ая производная tn – это просто tn в степени n… Сейчас. Нет, простите. Значит, n-1 производная мне нужна. n-1 производная мне нужна. Значит, на n-1 производной выживают два последних слагаемых. Значит, вот эта штука и предыдущие. Ну, давайте я их запишу. Значит, tn, n-ая производная. То есть n-1 производная от tn – это есть такая штука. Значит, у меня там было предыдущее слагаемое. Оно при n-кратном дифференцировании. Ну, давайте я просто запишу их изначально. Значит, у меня была fn-1 производная разделить на n-1 факториал на x-x0 в степени n-1 плюс fn разделить на n факториал x-x0. А производная от x0? Нет, я сейчас в произвольной точке считаю, потому что мне нужно… Ну, тогда просто вот производную вы поставьте, от чего она? У вас написано fn-1, от чего она считается? Вроде бы написано. Я предлагаю поставить ее. Куда? Вот рядом с f. А, я понял. Я понял, да-да-да. Сейчас. Вот все вот эти штуки считаются в x0, да. А. Ну, потому что у нас изначально… У нас в формуле Taylor вот здесь вот везде стоит x0, да. Так, значит, я дифференцирую вот эту штуку. Все предыдущие слога мои я убрал, потому что они уж точно обнулятся. Теперь эту штуку я дифференцирую, получается… Сейчас, только я ее должен продифференцировать n-1 раз. Значит, вот здесь должно быть, на самом деле, n-1. n-1 производная. Значит, давайте посмотрим. От вот этой штуки остается просто f n-1 производная в точке x0. От этой штуки остается f n-1 производная в точке x0 на x-x0. Вроде похоже. Ну, давайте мы это теперь подставим в ту формулу. А нам на 2 еще не надо? Не, не надо. Так, хорошо. f n-1 от x, вычесть f n-1 от x0. И вычесть. Мне кажется, надо не на 2, а на n поделить второй член, потому что… Ну, странно получается, что у вас первое слагаемое как бы домножилось на n-1 факториал, а второе при том же виде домножилось на n-1 факториал. Как это произошло? Нет, все правильно, так и должно быть. Потому что если вы выпишите n факториал до n-1, ну, вот у вас есть n факториал, он есть n на n-1 и так далее, на 2 на 1. Вот если вы выпишите только вот эту часть от n факториала, или если вы выпишите его полностью, то получится одно и то же, потому что последнее со множество единиц. Ну, потому что выписываем с n-1, начиная, ну, степень снимаем. Да, да, да. Значит, минус f n в точке x0 на x-x0 и разделить на x-x0. Вот такая штука получается. Ну, давайте это запишем. В таком виде. Да, вначале f n-1 в точке x, да? Да, да. А потом в точке x0. Да. Ну, смотрите, значит, вот у меня была вот такая штука. f n-1 в точке x. Вычесть tn, n-1 от x. Значит, n-1, производная f в точке x. Вычесть n-1, производная tn в точке x. Соответственно, вот она, вот эта штука. Она так и осталась. А сюда я подставил n-1, производная tn. Ну, и давайте посмотрим, что получается. Значит, у меня здесь теперь получается такая дробь, я ее разобью в сумму двух дробей. Значит, у меня здесь остается f n-1 от x, минус f n-1 от x0. разделить на x-1 от x0 и вычесть f n-1 от x0. Значит, давайте посмотрим на вот это выражение. Что это такое? Производная. Значит, вот эта вот первая штука, которая у нас здесь осталась, это просто штука, которая стремится к производной функции n-1, взятой в точке x0. Ну, посмотрите внимательно. Это в точности определение производной. У меня есть функция f n-1. Я считаю ее значение в точке x, вычитаю ее значение в точке x0 и делю на разницу между x и x0. Это в точности определение производной для функции f n-1. А почему тогда стремится? Ну, выражение по знаком предела стремится, когда я перейду к пределу, будет равенство. То есть это то же самое, что вот такая вещь. А тут ровно ее мы и вычитаем. Поэтому это 0. И на этом доказательство завершено. А почему еще раз мы ее вычитаем, если там n-ая производная и n-1? Сейчас, неправда, я здесь написал. Здесь n-ая производная. У нас была функция, которая называлась n-1 производной f. Я ее продифференцировал. Да, я ее. Понятно. Так, а можно, пожалуйста, еще раз объяснить переход, где равно в круг объединено? Да, значит, это переход такой. Во-первых, я посчитал n-1 производную от Теллорского многочлена. Значит, у него все первые слагаемые убиваются просто дифференцированием. Единственные слагаемые, которые не убиваются дифференцированием, это слагаемые со степенью n-1 и со степенью n. Значит, вот я их продифференцировал и получил вот такую штуку. Значит, вот эта вот формула понятна, откуда берется? Да. Отлично. Теперь я просто взял, подставил эту формулу вот сюда. Значит, здесь вот то, что мы вычитаем, это в точности вот то, что здесь у меня написано. Я беру это, подставляю вот сюда. Да, спасибо, я уже забыл-то. Вот. Значит, действительно получается ноль. Вот последний шаг нужно сделать немножко по-другому. Ну, в общем, мы производим от fn-1 от x, если мы не знаем про непрерывность. Нет, смотрите. Значит, мы знаем… Значит, что мы знаем? Мы точно знаем, что вот такая штука существует. То есть мы точно знаем, что вот такой предел есть. Вот это мы знаем. Это нам изначально дано. Нам изначально дано, что n-ая производная функция f в точке x0 существует. Что это значит по определению? Это по определению означает, что вот такой предел подел от вот такой штуки существует и чему-то конкретному равен. Мы этим пользуемся. Почему мы берем производную tn? Ну, я понимаю, почему нельзя сделать последний шаг так же, но просто, что мы берем производную tn на n-1 шаге, а с f ничего не делаем, и как бы мы можем из f, с которой мы ничего не сделали, вычесть производную? Нет, ну как, смотрите, мы делаем просто совершенно тождественное преобразование. Значит, вот на последнем шаге мы остановились, здесь у нас было f, значит, здесь у нас была n-1 производная f. Она как была, так и осталась вот здесь. n-ая производная f, но только в точке x0 у нас вылезла, когда мы дифференцировали вот эту t-шку. Значит, но заметьте, что она здесь считается только в точке x0. Ну вот, мы ее просто сюда взяли и переписали. Значит, мы нигде не пытаемся вычислить n-ую производную в каких-то точках, отличных от точки x0. Мы просто переписали n-2 производную tn, переписали через f, да? Сейчас, смотрите, вот у нас в определении tn-ого участвуют какие-то производные, ну, собственно говоря, которые участвуют производные f в точке x0. Они просто участвуют в ее определении. Мы так эту самую tn-ую определяли. Значит, вот у нас участвует вторая производная f в точке x0, у нас участвует третья производная f в точке x0. Значит, они просто участвуют в определении tn-ого от x, но как бы вот с точки зрения этого многочленного вот эти штуки это просто константы какие-то. Ну, они пришли от f-ки. Ну и ладно, они пришли, мы их зафиксировали, и все. Так что я пока не всем понимаю, что вас пугает. Мы не дифференцировали вот эту вот штуку, вот на последнем шаге вот эту штуку мы не дифференцировали. Так, смотрите, я всех уже сильно задержал. Давайте считаем, что лекция закончилась 4 минуты назад. Дальше я отвечаю на вопросы для желающих. Можно спросить, пожалуйста? Да, давайте. Смотрите, вы говорите, что у вас в начале доказательства предел при x, стремящемся к x0, f от x минус 3n от x равняется 0. Да. И вы говорите, что у нас f от x стремится к f от x 0, потому что она непрерывна. Непрерывна она почему? Потому что дифференцируема в x или в x0? Я утверждаю, что она непрерывна в x0. И этого мне достаточно, чтобы сделать вот это утверждение. Утверждение о том, что она непрерывна в x0 следует из того, что она дифференцируема в x0 n раз, значит, она дифференцируема, по крайней мере, один раз, значит, она непрерывна в точке x0. Для того, чтобы сказать вот этот предел, у меня достаточно непрерывности в точке x0. А почему у вас… Слушай, что чуть-чуть пропали. Можно еще раз, почему она непрерывна в x0? Значит, она непрерывна в x0, потому что она дифференцируема в x0 n раз. Значит, раз она дифференцируема n раз, значит, она дифференцируема по крайней мере один раз. Если она дифференцируема по крайней мере один раз, то она непрерывна. Спасибо. Вот смотрите, у нас же существует производная fn в точке x0. Почему мы не можем сказать, что у нас f от n-1, а эта x, она непрерывна в x0? Она, конечно, непрерывна. Нет, я не утверждал никогда, что fn-1 не является непрерывной в точке x0. Я утверждаю, что не факт. Я утверждаю, что вот на последнем шаге, вот здесь, мы не можем воспользоваться правилом Лопиталя. Потому что для того, чтобы воспользоваться правилом Лопиталя, мне нужно было бы числитель продифференцировать. Но если бы я числитель продифференцировал, то мне нужно было бы считать n-ную производную f не в точке x0, а в каких-то других точках. Вот этого я не могу сделать. В точке x0 все производные, которые у нас есть до n-1 включительно, они непрерывны. В этом нет никакой проблемы. Проблема в том, что не факт, что они дифференцируемы в окрестностях. Можете еще раз повторить, пожалуйста? Да, смотрите. Значит, я говорю следующее. Значит, давайте я даже напишу. Значит, вот смотрите, что нам известно. f, значит, существует fn в точке x0. Это означает, значит, из этого следует, что, например, что fn-1 дифференцируема в точке x0. Из этого, в частности, следует, что fn-1 определена в окрестностях точки x0. Из этого, в частности, следует, что fn-1 непрерывна в точке x0. Вот это тот вывод, который мы можем сделать. Значит, неправда. Что мы не знаем? Значит, что неизвестно, существует ли fn в точке x, где x не равняется x0. Вот это неизвестно. Может существовать, а может не существовать. Но вот это вот известно. Значит, fn-1 от x существует в какой-то окрестности x0. fn-1 непрерывна в точке x0. Вот это известно. И то же самое для всех производных меньше, чем fn-1. А вот это неизвестно. Да, 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 это понятно. Вот. А почему у нас до этого получалось дифференцировать, а потом x меняется или что? А вот ровно по вот этой причине. Смотрите. Значит, вот про fn-1 мы точно знаем, что она определена в окрестности точки x0. Не только для самой x0, но и для окрестности, но и в ее окрестности, потому что иначе мы бы ее не продифференцировали. Это означает, что вот здесь, вот на первом шаге, например, или там не на первом, а на предпоследнем шаге. Значит, мы могли, вот здесь у нас была написана функция, в которой была, значит, сейчас. Ну вот давайте, значит, fn-1 определена. Давайте я еще одну штуку напишу. Вот отсюда следует, что fn-2 дифференцируемо в окрестности. Да, то есть получается, так как мы не знаем, господи, fn от x, в общем, она неизвестна, существует, то есть поэтому мы не можем продифференцировать fn-1, так? Совершенно верно. Да, совершенно верно. Значит, мы можем продифференцировать fn-2 в любых точках. Ну, не в любых, но в какой-то окрестности. А про fn-1 мы не уверены, что она дифференцируема в точках, отличных от x0. Мы точно знаем, что fn-1 дифференцируема в точке x0, а в соседних точках не факт. А все предыдущие производные до n-2 включительно, они все существуют в окрестности. Ну, ровно потому, что для того, чтобы существовала n-ая производная, нам нужно, чтобы n-1 производная была дифференцируема. Значит, n-1 производная должна быть определена. Утверждение о том, что n-1 производная определено в окрестности, это все равно, что утверждение, что n-2 производная дифференцируема в окрестности. Вот так это устроено. Вот, поэтому у нас все шаги до, ну, вот вплоть до вот этого. Значит, вот здесь вот нам нужно было дифференцировать. Здесь у нас была n-2 производная. У нас была здесь вот такая штука. Вот. И ее можно было продифференцировать. В квадрате здесь. Вот эту штуку можно было продифференцировать, здесь применить правила Петали. А вот эту штуку уже нельзя. Давайте еще вопрос. Вы сказали, что n-1 производная, она определена на нашей дифференцируемой, если n-1 есть или нет. Смотрите, в какой точке. fn-1 дифференцируема в точке x0, но не факт, что, значит, но не факт, что в x не равен x0. Значит, ну, то есть, как бы, утверждение о том, что n-ая производная существует, означает, что fn-1 производная дифференцируема. Но мы знаем только то, что существует n-ая производная в точке x0, поэтому вот это утверждение про дифференцируемость тоже только в точке x0. А нам нужна окрестность. Для правила Петали нам нужна дифференцируемость в окрестности. Спасибо. А почему для правила Петали нам нужна дифференцируемость в окрестности? Ну, а как иначе вы вот этот предел напишете? Вам нужно, ну, вот когда вы дифференцируете числитель или знаменатель, вам нужно, чтобы эта самая производная, она была бы определена в какой-то окрестности. Иначе вот такой предел вообще невозможно написать. А по определению производной мы можем это сделать? Почему мы можем тогда сделать это по определению? Ну, смотрите, а здесь нет никакой проблемы, потому что, ну, вот что нам нужно, что нам нужно, вот у нас получилась вот такая штука. Значит, здесь есть n-1 производная от функции f. Но мы не пытаемся продифференцировать эту штуку в точке x, отличной от x0. Значит, мы просто смотрим на все вот это выражение и замечаем, что все это выражение, это есть то самое выражение, которое стоит под знаком предела в определении производной функции f n-1, взятой в точке x0. То есть вот то, что здесь написано, это просто, ну, вот с этим пределом, это просто, ну, собственно говоря, это просто вот такая вот вещь. Здесь написано значение функции f n-1 в точке x0, здесь написано значение функции f n-1 в точке x, мы вычитаем из одного другое, делим на x-x0, то есть в точности получаем производную от функции f n-1 взятой в точке x0. Да-да-да, там же x0, там не x, поэтому все нормально. Да-да-да-да. То есть как бы вот это утверждение, это утверждение про производную f, про n-ную производную f в единственной точке, только в точке x0. Поэтому здесь никакой проблемой не возникает. Спасибо, все понятно. Сэнни. До свидания. Можно еще раз, как у нас получается, вот эта последняя строчка, ну, которая начинается, ну, вот, собственно, где зеленым визит, ну, да, вот эта. Значит, откуда она получена в смысле… Нет, как… Или почему она… Или почему все равно… Какое равенство вас интересует, вот эта? Нет, предыдущая. Да. Давайте просто посмотрим. Значит, это просто алгебрическое преобразование. Сейчас, если вы верите вот в это, если вот в эту штуку вы верите? Да. Ну, тогда смотрите, значит, вот эта штука – это просто вот эта штука, а здесь было написано n-ная производная f в точке x0 умножить на x-x0, и я поделил на x-x0. Вот эти товарищи сократились. Да. Осталась вот эта штука. Хорошо, спасибо. Так, еще вопросы? Спасибо. Илья, вопрос. А можете немного подробнее рассказать, как мы получили равенство? Чуть ниже еще, вот самая последняя строчка, в принципе, которая написана. Вот этот переход. Нет, чуть… Вот в зеленом, где у вас написано. Да. Где у нас под пределом стремится. Да-да-да. И потом еще переход вниз. Сейчас, ну, сейчас. Ну, смотрите, давайте посмотрим на то, что вот тут такое написано. Здесь написано следующее. У меня есть функция, которая называется fn-1. То есть, n-1 производная от функции f. Что здесь написано? Здесь написано, что значение этой функции в точке x минус ее значение в точке x0 поделить на разницу между x минус x0. Значит, вот эта штука – это наша дельта x. Тогда x равняется x0 плюс дельта x. И тут написано в точности определение производной для какой функции в какой точке. Для функции fn-1 в точке x0. Значит, вот это вот это x0 плюс дельта x. Вот это это дельта x. И поэтому у нас… Ну, да, это производная, я понял. Значит, это производная функция fn-1. То есть, это на самом деле fn-1 по определению того, что такое n-1 производная. И мы ее берем в точке x0. Вот это оно и получается. Окей, понял. Все, верите? Спасибо. Да. Это как бы делается методом очень пристального взгляда. Если достаточно долго в эту формулу вглядываться, то видно, что действительно то, что нам нужно. Так. Ну да, исходя из того, что у нас третья производная – это производная от второй производной. Да, 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 совершенно верно, да. Каждая следующая производная – это производная от предыдущей производной. Окей, понял, спасибо. И еще момент. Вот как раз в предпоследней зеленой строчке на этом слайде. Тут по факту fn-1 производная от x. Ну, по факту мы можем спокойно на x на x заменить, что вы и дальше делаете. Ну да, но я как бы здесь… Зачертываю. Мне нужно было написать, что мы дифференцируем вот такую функцию, а потом вот то, что получилось, подставляем x равняется x0. Ну, это вот то же самое, что здесь написано. Да. Окей, спасибо. Так, еще вопросы? А вы будете еще… Вот вопрос. Будете сегодня на нем консультировать? Ну, давайте, могу, да. Во сколько? После 2.30, где-то вот где-то в этом районе, в часах 3. Хорошо, давайте в часах 3 буду. Хорошо, спасибо. До свидания. Спасибо за лекцию. Так, ну что? Еще какие-нибудь вопросы? Ну, хорошо, тогда на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...